Музыка Елена Николаевна, 15 лет назад в Кировской области была создана служба по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Вот можно ли считать это событие началом наведения порядка в этой сфере? Да, безусловно. С момента создания данной системы государственной регистрации прав именно государство гарантирует всем гражданам и юридическим лицам юридический статус их права на недвижимое имущество. Раньше это нельзя было назвать государственной регистрацией, осуществлялась учет объектов недвижимости, то, что делали органы БТИ. И это вот существовало до 1998 года, до принятия закона о государственной регистрации прав и, соответственно, создания территориальных органов. Тогда это было ведомство отнесено к Министерству юстиции Российской Федерации, и в каждом субъекте Российской Федерации создавалось учреждение юстиции. И в нашей области данное учреждение приступило к исполнению своих функций по государственной регистрации прав 1 августа 1999 года. То есть это было начало, и чем мы, может быть, и гордимся, тем, что мы начали регистрацию на территории всей области. То есть были созданы отделы в районах области. Одновременно во многих субъектах это делалось постепенно. У нас все это произошло одновременно 1 августа. Последняя неделя июля была в 1999 году очень волнительная. Это было все впервые для всех. Не было программных продуктов, не было компьютеров. Все это заполнялось вручную на типографских бланках заявлений. Граждане это делали самостоятельно, переписывали несколько раз. Ну и, соответственно, листы реестра тоже велись вручную. Ну, конечно же, основная задача была поставлена перед учреждением юстиции – создать программный продукт. И наши специалисты информационного отдела с этим успешно справились. И в 2000 году мы уже начали вести реестр на компьютере и, соответственно, осуществлять прием, что облегчило участь наших заявителей. В истории вашей службы есть еще одна дата. Опять, с небольшим лет тому назад регистрационная служба России была переименована в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии, сокращенно Росреестр. По новому положению, утвержденному постановлением правительства России 1 июня 2009 года, Росреестр принял на себя функции трех ранее существовавших ведомств – Росрегистрация, Роснедвижимость и Роскартография, которые вы уже выполняете, можно сказать, пятилетку. Да. Хочу заметить, Владимир Георгиевич, что наша история, вот эти 15 лет, можно на самом деле разделить по пятилетиям. То есть первое пятилетие – это учреждение юстиции, это областное учреждение, действовавшее до 1 января 2005 года. С 1 января 2005 года была проведена реорганизация и образована Федеральная регистрационная служба, к которой и переданы были все учреждения юстиции, то есть из областной в федеральную собственность. И 2009 год – указ президента в марте о создании службы, объединяющей три ведомства – Росрегистрацию, Роскартографию и Роснедвижимость, которые и существуют сейчас, сокращенно называясь Росреестр. И сейчас еще основное, вот то, что сейчас занимается наша служба – это сопоставление сведений, имеющихся у налоговой службы. Потому что в любом случае конечная цель – это получение государством налогов и предъявление налогов именно правообладателям, чтобы не было ошибок. Часто бывало так, что человек получает извещение об уплате налога, а он объект уже продал, допустим, несколько лет назад. То есть вот сейчас это все будет исключено, все будет приведено в соответствие, и сроки исполнения, они вот буквально 2014 год. Потому что, как вы знаете, будет вводиться налог на недвижимость, и, соответственно, вот к моменту введения базы данных, содержащиеся во всех государственных ведомствах, должны быть полностью сопоставлены и гармонизированы. Елена Николаевна Сорокина родилась 6 августа 1959 года в городе Кирове. В 1982 году закончила Всесоюзный юридический заочный институт. Работала инженером на Кировском машиностроительном заводе имени 1 мая. Возглавляла юридический отдел Кировского предприятия «Росхосторга». Работала главным юрист-консультом и вице-президентом Вятской торговой промышленной палаты. Заместителем председателя, старшим регистратором Кировской областной регистрационной палаты. С апреля 2008 года руководитель управления Федеральной регистрационной службы, затем управление Росреестра по Кировской области, главный государственный регистратор области. Елена Николаевна – государственный советник Российской Федерации 2-го класса. Награждена почетной грамотой Росрегистрации и благодарностью министра экономического развития Российской Федерации. Почетным знаком Кировской области – доблесть и усердие. Имеет двух сыновей. Сотни тысяч регистрационных действий в год совершает Ваше управление. Какие чаще всего нетрудно догадаться. И все же напомните нашим телезрителям основные функции Росреестра. Росреестра в лице нашего управления исполняет две государственные услуги. Выполняет это государственная регистрация прав и выдача сведений о зарегистрированных правах. Еще две услуги Росреестра, которые исполняет бюджетное учреждение «Кадастровая палата». На территории нашей области она представлена в виде филиала «Кадастровой палаты». Они осуществляют тоже две услуги. Это постановка на кадастровый учет и выдача сведений из государственного кадастры недвижимости. Кроме государственных услуг управление осуществляет контрольно-надзорные функции. Это государственный земельный надзор, геодезический надзор, контроль за деятельностью саморегулируемых организаций, арбитражных управляющих и оценщиков. Это основные функции, которые исполняет наше управление. Кроме того, мы осуществляем контроль за деятельностью филиала «Кадастровой палаты» на территории нашей Кировской области. А так называемое единое окно услуг все расширяется? Да, единое окно расширяется и впереди, опять же в соответствии с майским указом президента, доля услуг, оказываемых многофункциональными центрами, а это вот как раз те центры, которые и можно будет назвать одним окном. То есть туда люди будут приходить, чтобы получить все услуги и муниципальные, и региональные, и федеральные. На территории нашей Кировской области начат прием заявлений МФЦ, но пока еще недостаточно количества рабочих мест в МФЦ для оказания наших услуг. Но существует план, которым мы следуем, и я думаю, что к концу этого года мы передадим услуги по работе с заявителями, то есть по приему заявлений на регистрацию прав, полностью многофункциональный центр. А какова цель недавней встречи Ваших специалистов с кадастровыми инженерами? Кадастровые инженеры – это особый институт специалистов. Чтобы стать кадастровым инженером, нужно сдать квалификационный экзамен. Это непростой экзамен. Где-то чуть более полутора тысяч вопросов они должны знать ответы на эти вопросы. И экзамен состоит, если я не ошибаюсь, 84 вопроса, или 85, из которых минимум на 64 должны быть правильные ответы. Только после этого человек считается сдавшим экзамен. Ну, жестче, чем ЕГЭ. Да, да, и статистика показывает ситуацию, что вот 60% только сдают, вот по 2013 году могу сказать. В 2014 году пока статистика еще более печальная, 50% только сдают. Кадастровые инженеры – это специалисты, которые сейчас практически осуществляют межевание земельных участков и проведение инвентаризации объектов капитального строительства. Это то, чем занимались раньше органы БТИ. И органы БТИ сейчас можно назвать предприятием, объединяющим кадастровых инженеров. Ну вот вы говорите, 50% не сдают, а те, кто не сдал, они потом пересдают. Да, да. То есть есть возможность еще подготовиться и пересдать экзамен. Ну, это как на права вождения можно пять раз сдавать, но если ты не сдал, ты все равно не получишь этих прав. Да. У нас работу с кадастровыми инженерами в основном осуществляет кадастровая палата. Они вот проводят данные встречи с кадастровыми инженерами. Наши специалисты управления участвуют в этих встречах. Вот последняя, 26 июня, она прошла с целью разъяснения изменяющегося законодательства, требований кадастрового органа. И еще на сайте кадастровой палаты проводится так называемый рейтинг кадастровых инженеров, когда любой гражданин может посмотреть, сколько заявлений оформлено данным специалистам, кадастровым инженерам, и какой процент ошибок. И, соответственно, при выборе кадастрового инженера для осуществления кадастровых работ, вот люди руководствуют, я думаю, что руководствуются этим рейтингом. Ну, для понимания, это кадастровый учет, это паспортизация земель. Да, да. Это описание данного земельного участка, если мы говорим о земельном участке. Описание, определение его границ и, соответственно, подготовка межевого дела для постановки на кадастровый учет. 10 июня текущего года на авиатском юридическом форуме обсуждался вопрос оборота земельных участков. Ваши специалисты говорили на форуме об особенностях государственной регистрации прав на земельные участки. Вот что это за особенности? По данному вопросу, там было два момента. Особенность приобретения земельных участков из государственной муниципальной собственности, то есть при строительстве, допустим, жилого объекта, жилого дома, земельный участок может быть приобретен только с торгов. Соответственно, те документы, которые мы требуем при приобретении земельного участка, это все документы, свидетельствующие о проведении торгов. Все, что связано с торгами, мы требуем, мы проверяем это. Все, что касается земель сельхозназначения, то в данном случае, начиная, по-моему, с 1 июля 2011 года, эти функции переданы муниципалитетам. Муниципалитеты, муниципальные образования должны выявлять невостребованные земельные доли, то есть определять их и, соответственно, обращаться в суд за регистрацией права муниципальной собственности уже на данные земельные участки. Вот в 2013 году 19 тысяч гектаров было переоформлено муниципальная собственность невостребованных земельных участков. То есть это вроде бы и небольшая цифра в масштабе области, но это шаг вперед. Ну, конечно, потому что брошенных, невостребованных годами земель, земельных долей у нас было в области предостаточно сотни, действительно, тысяч гектаров. И хорошо, что этот процесс в соответствии с федеральным законом, как вы говорите, уже пошел. Да, процесс пошел. А могут ли специалисты Росреестра самостоятельно разрешить конфликт или спор о земельных участках или недвижимости, не доводя до суда? Если у человека есть необходимый пакет документов, мы можем дать консультацию. Достаточно ли этого пакета документов? Может быть, человек еще имеет какие-то документы, то есть подсказать, что еще необходимо. И если вот есть весь пакет документов, то, конечно же, обращаться в суд нет необходимости. Но без суда не обойтись, если нет правоустанавливающего документа на землю, если есть спор между наследниками, допустим, либо есть спор между соседями. Ну вот, как вы считаете, каких случаев больше, когда, получив консультацию вашего специалиста, люди не идут в суд, либо когда обращаются? Если смотреть статистику за 2013 год, то по решениям суда, по-моему, 500 всего лишь обращений мы зарегистрировали прав на земельный участок. А за консультацией обращается, конечно, гораздо больше. То есть документы у людей в основном есть, просто они, может быть, не лежат в одной папочке. И когда говоришь, что вот необходимо вот эти, эти, эти документы принести, то человек в результате потом находит их и уже обращается с полным пакетом документов. В принципе, задача ведь у ваших специалистов не отговорить, а наоборот, иногда даже, может быть, посоветовать, что у вас единственный путь – это через суд решение вопроса. Да, конечно. Но порой, в общем-то, человеку и нужно дать консультацию профессионала и добрый совет. Ваша поездка в конце июня в Москву была связана и с первым заседанием общественного совета при Росрегистре в новом составе. Есть и региональные советы, в том числе и в Кирове, но есть и мнение, что не сами члены этих советов, не работники федеральных структур, что уж говорить о населении, не очень понимают их предназначение. Задача общественного совета – улучшать работу государственного органа своими замечаниями, проводить мониторинг мнения граждан о работе того или иного органа. Но, честно говоря, Владимир Георгиевич, я считаю, что если государственный орган ответственно работает, специалисты профессионально и добросовестно относятся к порученным государственным функциям, то задача общественного совета может быть подсказать, что в ежедневной деятельности, может быть, мы не замечаем взгляд со стороны. Ну вот, что общественный деятель, не специалист, может посоветовать вашим опытным профессионалам, учитывая непростую специфику работы? Может быть, по организации работ больше подсказать, что где-то мы не так делаем, или можно лучше это делать именно в организации работ. Конечно, в самой профессиональной деятельности провести правовую экспертизу – это уже только специалисты. Но общественный совет, который работает при Росреестре, принимал участие в разработке так называемой дорожной карты, плана мероприятий, который разработан до 2017 года и как раз которым сейчас следует Росреестр в целом. Ну, в общем, общественные советы – это все-таки связь с обществом. Это связь с обществом. А не демонстрация этой связи для отчетности? Нет. Я вижу интерес у наших членов общественного совета, желание на самом деле быть полезными. А насколько вы доступны для простых граждан? Как реагируете на их замечания, пожелания, вопросы? Ну, я думаю, что мы совершенно открыты. Еженедельно прием граждан проводят мои заместители. Я провожу каждый вторник встречи начальники отделов в территориальных наших подразделениях, в районных. Обязательно принимаем участие при приеме граждан к приемной президенты, то есть там существует специальный график. Обращения письменные, обращения на сайт, обращения по электронной почте – все рассматриваются и обязательно исполняются установленные сроки. 15 дней – это максимум срок, который мы даем ответ. Наверное, круг ваших увлечений тоже мало изменился за два с половиной года с момента нашей первой встречи в этой студии. Дача в деревне, чтение книг и посещение исторических мест. Да. А где удалось побывать в последний отпуск или куда планируете следующий? Такой поток событий, что могу вспомнить только последнюю поездку в Оренбург, где я была… Она была деловая, она была связана с совещанием, которое проводил Росреезд в Приволжском округе. Но меня поразила там жемчужина – это соленые озера в Солилецке. Оказывается, мы имеем у себя такую здравницу. И само озеро меня поразило. У него концентрация соли там намного… на несколько выше даже, чем Мертвом море. И берег идешь, там практически по соли идешь. Там утонуть невозможно? Невозможно. Там можно ходить по воде. Чем вот мы и занимались. И удивительный расслабляющий эффект после данной процедуры. Удивительный. Просто, мне кажется, для здоровья это очень полезно. У меня было ощущение, несмотря что после рабочего дня, что это было вечером, было ощущение, что я нахожусь в отпуске. Хочу в Оренбург. Да. И вы знаете, оказывается, там еще Солилецк – арбузная столица России. Не Астрахань, а Солилецк. Там самые вкусные арбузы, нам сказали, выращивают. Елена Николаевна, большое спасибо за интервью. Ну, дальнейших успехов вам, вашему управлению. Желаю побольше свободного времени. Благодарю. Спасибо. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова